Катера Авакова. Когда Украина возьмет море под контроль, деловая столица, Украина. 25 сентября 2019 года и на СМИ Катера Авакова. Когда Украина возьмет море под контроль, деловая столица, Украина. Эмблема Украины на борту корабля берегового охраны в порту Мариуполе. Источник изображения. AP photo. Евгений Малилка. С началом войны на Донбассе украинским пограничникам потребовалось отойти от европейского принципа и начать вооружение подразделений пехотным вооружением и бронетехникой. Начиная с 2015 года, руководство МВД прилагает довольно серьезные усилия к модернизации небольшого флота под зеленым флагом пограничников и мечтает взять под контроль море. С 2015 года руководство МВД прилагает довольно серьезные усилия к модернизации небольшого флота под зеленым флагом пограничников. Система обороны любой страны состоит не только из вооруженных сил, но и других силовых формирований. У нас в стране это прежде всего Национальная гвардия и Государственная пограничная служба. Так уж сложилось, что обе они находятся в составе Министерства внутренних дел. Что касается пограничников, то с началом войны на Донбассе им потребовалось отойти от европейского принципа и начать вооружение подразделений пехотным вооружением и бронетехникой. Однако в составе погранслужбы было одно направление, которое появило себя в ходе аннексии Крыма и войны на Донбассе с самой лучшей стороны. Речь идет о морской охране. Морская охрана Госпогранслужбы, в отличие от военно-морского флота, смогла сохранить в ходе аннексии Крыма основный корабельно-катерный состав. Еще 2 марта 2014 года большая часть кораблей была переведена из Крыма в Одессу и включена в одесский отряд. Чуть позже 11 кораблей Керченского отряда морской охраны перебазировались в Мариуполь. В ходе конфликта на Донбассе морские пограничники активно пресекали попытки боевиков с российской территории организовать нелегальные поставки оружия и боеприпасов по морю, одновременно блокируя попытки высадки диверсионных групп. Пророссийские боевики оценили их эффективность по своему. 31 августа 2014 года противотанковой управляемой ракетой с берега в районе села Безыменная был поражен катер PG-119 проекта 1400М «Гриф». Само судно затонуло, а из 9 членов экипажа двое пропали без вести и семеро получили ранения. А 7 июля 2015 года в бухте Порта Мариуполь подорвался на мини и затонул малый катер морской охраны типа «УМС-1000». Из находившихся на борту семи человек погибли двое, пятеро пограничников получили ранения. В дальнейшем поврежденный катер был поднят, отремонтирован и возвращен в строй 26 мая 2017. Но боевые возможности морской охраны по-прежнему остаются на довольно низком уровне. Если кораблей и судов хватало на выполнение задач мирного времени, то для военного времени такого флота явно недостаточно. Особенно сказывается отсутствие вооруженных судов. Как правило, все вооружения пограничников крупнокалиберные пулеметы, достаточные для остановки судов-нарушителей, но явно не рассчитанные для морского боя, а также недостаточные скоростные характеристики. Поэтому, начиная с 2015 года, руководство МВД прилагает довольно серьезные усилия к модернизации небольшого флота под зеленым флагом пограничников. Так, в июне 2019-го судоремонтное предприятие «Дунай Судосервис» закончило ремонт пограничных бронированных катеров проекта 1204 «Шмель» БГ-83 «Нежин» и БГ-83 «Лубны». В ходе ремонта был обновлен корпус катеров, состоялась дефектация и ремонт винторулевого комплекса. Одновременно был проведен капитальный ремонт основного оружия танковых башен с 76 мм орудиями. Эти корабли предназначены для несения дозорной службы на реках и озерах, поддержки сухопутных войск артиллерийско-пулеметным огнем, перевозки личного состава с вооружением во время переправ и действий в бассейнах рек, а также для действий в прибрежных мелководных районах морей. Министр внутренних дел Арсен Аваков предпринимает серьезные усилия для обновления парка судов. Так, в конце 2018 появились сообщения о том, что Министерство внутренних дел ведет переговоры о покупке во Франции 20 современных патрульных кораблей длиной 32-35 метров. В начале этого года стали говорить уже о 22 кораблях французского проекта, причем утверждалось, что они будут собираться на одной из отечественных верфей с высокой степенью локализации. И вот буквально на днях появилась информация, что проект не заглох и развивается дальше. Это если судить по тому, какие вопросы обсуждались во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Тьеном Депонсиеном. Главный вопрос поставка катеров и их локализация у нас. О том, какие именно это будут катера, пока доподлинно неизвестно, но, судя из имеющейся информации, можно говорить, что Украина нацелилась на патрульные катера типа OCEA FPP-98. Эти 32-метровые алюминиевые корабли способны развивать скорость до 35 узлов, экипаж 14 человек, дальность хода 1200 морских миль. Такие кораблики в свое время производились для Алжира и были вооружены 30-мм артиллерийской установкой. DS-30B Вполне очевидно, что если речь идет о локализации производства, то проект будет переделан под установку отечественного боевого модуля. И с большой долей вероятности это будет уже отработанный в производстве и эксплуатируемый моряками в МСУБМ-5М.01 Катран-М. В его состав входит 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, 7,62-мм пулемет, 30-мм гранатомет ГБА-117 и две установки ПТРК Барьер. По всей видимости, сама идея покупки сейчас находится на этапе обсуждения в кабинете министров. И перспективы ее весьма туманны. Ведь ныне в интересах МВД уже реализуется контракт на поставку 55 вертолетов Airbus Helicopters общей суммой около 555 миллионов евро. Уже поставлены 4 вертолета Н-225, один для НГУ, три для ГСЧС, еще два Н-125 должны прибыть до конца года. А второй достаточно дорогостоящий проект наш не очень большой оборонный бюджет может просто физически не потянуть. Хотя, конечно, все зависят от того, какие условия предложит Париж, такие крупные покупки обсуждаются всегда на межгосударственном уровне. В случае если этот контракт будет реализован, очевидно, что Госпогранслужба получит возможность создать как в Черном, так и Азовском морях достаточно мощные группировки пограничных кораблей и катеров, которые смогут оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам. Во всяком случае, на начальном этапе полномасштабного вооруженного конфликта. Михаил Жарахов Нейм Субтитры создавал DimaTorzok